В Европе снова беспорядки с участием мигрантов. На этот раз массовое столкновение в Милане. Сотни беженцев перекрыли центральную улицу, требуя улучшить условия содержания. Их они называют нечеловеческими. Во Франции, как и в предыдущие дни, выходцы из Африки и стран Ближнего Востока штурмовали туннель под Ла-Маншем, на час заблокировав движение поезда. Напряженность сейчас и в Греции, которая первая встречает десятки тысяч беженцев. Полиция не успевает оформлять документы. К тому же прибывающих так много, что расселить всех не получается. В результате многие живут прямо на берегу. Мигранты жалуются, что власти бросили их на произвол судьбы. Местные власти пытаются что-то сделать, но греческое правительство ничем нам не помогает. Как и всякие организации, ООН, например. Они только наблюдают, смотрят на нас и фотографируют. Все. Воды нет, еды нет, ничего. Билет на паром дальше тоже не достать. Мы спим на улице. На улице, понимаете? Поток людей, спасающихся от войны, растет. Только в июле в Евросоюз прибыли больше 100 тысяч человек. При этом не все жители стран ЕС готовы принимать у себя мигрантов. Пока Финляндия открывает дополнительные пункты временного размещения, в Германии неизвестные сожгли одно из зданий, где планировали поселить беженцев. Продолжение следует... Продолжение следует...